Эксперты Центра экономических исследований и реформ подвели итоги августа на рынках автомобилей и недвижимости нашей страны. Так, отечественный авторынок продолжает расти. Всего за месяц показатели увеличились почти на 2,5%. А что касается недвижимости, за этот же промежуток времени рост составил 13%. Как сообщает Центр экономических исследований и реформ, в своем регулярном обзоре по итогам августа продажи автотранспортных средств выросли на 2,4%. До 148 тысяч. При этом по сравнению с августом прошлого года рост продаж составил 24%. Что касается легковых автомобилей, реализация в августе составила 135 тысяч, увеличившись за месяц более чем на 2%. Рост отмечен в Хорезмской, Джизахской и Сардаринской областях. За год продажи легковых автомобилей увеличились на 24%. На первичном рынке за месяц было продано почти 38 тысяч новых легковых автомобилей с ростом в 9%. А по отношению к августу прошлого года рост более чем в 2 раза. При этом в сегменте новых легковых автомобилей отечественного производства продажи составили почти 33 тысячи машин против 30 тысяч в июле. Рынок легковых иномарок вырос более чем на 8%. На вторичном рынке наблюдается незначительное снижение. Так, за месяц продано почти 98 тысяч легковых автомобилей. В частности, снижение продаж на вторичном рынке связано с возобновлением УЗА Автомотор с контрактацией на Кобет, Лосетти, Лаба и Дамас. В августе продажи легковых электромобилей составили почти 4 тысячи единиц, что на 38% больше по сравнению с июлем. А это в 5 раз больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее заметный рост показал сегмент вторичного рынка электрокаров. В августе продажи недвижимости выросли на 12,8%. Количество зарегистрированных сделок купли-продажи составило 28 тысяч, что почти на 3 тысячи больше, чем месяцем ранее. Наибольший рост отмечен в Наманганской, Сурхандаринской и Самаркандской областях. Относительно августа прошлого года количество сделок увеличилось на 6%. Стоит отметить, что активность на столичном рынке жилья последние два месяца показывает умеренный рост. Так, объем продаж за август вырос на 10% и составил почти 8 тысяч квартир. Рынок аренды жилья в Ташкенте в августе отмечен ростом спроса. Средняя стоимость аренды за один квадратный метр в Ташкенте выросла на 2% и составила почти 9 долларов. Самые высокие цены на аренду отмечены в Шехан-Тахурском, Якосарайском и Мирабасском районах. Вместе с тем, аренда квартир в столице остается наиболее доступной в Учтепинском, Сергелинском и Бельтимирском районах. Впервые с начала года на вторичном рынке недвижимости отмечен спад стоимости квартир. В августе средняя цена квадратного метра жилья снизилась на 0,7%. В то время как по отношению к прошлому году цены на вторичку выросли на 22%. Продолжение следует...